Это Политбюро. Здравствуйте, я Инга Мизеря. Со мной на связи Михаил Шительман. Михаил, добрый день. Здравствуйте, Инга. Мы выходим 24 числа, так что это День независимости. Я поздравляю вас, я поздравляю всех украинцев, всех, кто нас смотрит. Ну и, в общем-то, слава Украине. Что еще сказать? Еще сказать героям славы и сказать, что этого дня могло не быть. Что вот впервые мы понимаем, что этого дня могло не наступить. Что Российская Федерация предприняла огромные усилия, чтобы у нас не было Дня независимости. И мы опровергли это желание. Мы противостояли этому желанию, успешно мы противостояли и будем противостоять. А Дмитрий Медведев, бывший президент России, заявил, что осталось Украине не больше двух лет. Поэтому желаю нам еще много-много лет праздновать этот День независимости. Назло всем нашим врагам с Востока. Пожелаем то, что он пожелал нам, Дмитрию Медведеву. Ну ладно, хорошо. И я хочу вас спросить, на самом деле, чем-то это не веселое. Вот что у нас вчера Михаил Чаплыга сказал в эфире. И давайте обсудим эту идею о том, что Российская Федерация зашла в некий тупик в войне с Украиной. И вот что в ближайшие пять дней могут быть массовые обстрелы Украины критической инфраструктуры. И все это для того, чтобы призвать Зеленского к переговорам и зафиксировать линию фронта, что остается Украине, что остается Российской Федерацией. Насколько вам такая теория кажется такой, которая может подсуществить? Удары какие-то неожиданные. Нет, я не готов поверить по критической инфраструктуре, потому что ну пусть попробуют, называется. У них уже пролетаемость ракет, по-моему, 15%, то есть 85% мы сбиваем. Ну и вот мы вспомним, что один калибр стоит, я уже сейчас не вспомню цифру, но я не ошибусь, плюс-минус миллион, да, 5 миллионов долларов, грубо говоря, стоит одна ракета калибр, по-моему, так? Значит, из 10 ракет калибр пролетают полторы, то есть из 50 миллионов долларов, которые они потратили, вот чтобы пролетела одна ракета, им нужно потратить 33 миллиона долларов, представляете себе? Чтобы одна ракета пролетела, 33 миллиона долларов. По какой инфраструктуре? Что прилетает калибр, когда они разрушали в Киеве вагонно-ремонтный завод, они туда направили 6, ну то ли искандеров, то ли калибров, там себестоимость одинаковая примерно, 6. Значит, умножаем на 33, это 200 миллионов долларов, чтобы разрушить вагонно-ремонтный завод. Вагонно-ремонтный завод, это не хай-тек, это не завод Эппла, это в смысле кирпичи и три железяки, все, и ведра с краской, это вагонно-ремонтный завод называется. Вот на ведра с краской они потратили 200 миллионов, поэтому у них нет, у них в начале войны, в начале войны был большой ресурс самолетов, там, бомб, ракет, сегодня у них этого нет, поэтому им нечем нанести критически важный удар, критически важный с военной точки зрения, подчеркну, потому что эмоционально важные нанести могут, они могут убить еще много наших мирных, много нас они могут еще убить, как они убивали в Виннице, в Одессе, в Харькове, в других городах, это они могут. Они не могут нанести нам ущерба серьезного военного таким способом или инфраструктурного, они не могут разрушить серьезные мосты, например, Потому что им нечем, у нас есть ПВО теперь, все, до свидания. Их песенка в этом вопросе военном спета, у них действительно военный тупик, они действительно хотят переговоров любой ценой. Но, вы знаете, я прочитал тут, гулял по интернету, я не знаю, насколько это вообще, где взяли эти люди, но какие-то серьезные ребята тоже рассылали. Рассылали список требований, которые Путин дал Эрдогану, в смысле требований не к Эрдогану, а к Зеленскому. Предложение, мирный план Путина. Я не знаю его достоверности, но я верю, что тот, который давал Путин Эрдогану, был похож на этот, безусловно. Похож, потому что все очень так, в духе Кремля, все логично и так далее. Ну и там предложения такие, например, я просто тот план цитирую, еще раз, за достоверность его не отвечаю. Что понятно, там Донецкая и Луганская области независимость, Крым признать Россией, а в Запорожской и в Херсонской провести референдум под эгидой ООН. Я такой же думаю, что же это ООН, какой ООН должна референдум проводить? В смысле, вот представьте, они нас заставили что-то подписать, а ООН такая приедет, потирая ручки. Ну, раз вы договорились, мирно и тихо, мы сейчас тут проведем серьезный референдум. И, наконец, последний пункт, который меня там вообще порадовал в этом мирном плане. И, значит, Украина обязуется в течение ближайших полгода провести досрочные парламентские и президентские выборы. Вот вы понимаете мирный план, да? Вот что меня в этом мирном плане смущает? Почему это выбивается из всего? Вот из всего, что можно придумать. Итак, какая-то страна начинает войну, тоталитарная страна, диктатура, начинает войну против соседней демократической страны и ее требование, чтобы та провела досрочные выборы. Вот понимаете, какая каша у людей в голове. Вот это же Дугинщина абсолютная. Мы требуем от них, чтобы они провели досрочные выборы, потому что на прошлых они неправильно проголосовали. Вот это вот. Поэтому, мне кажется, что какое бы давление на нас ни оказывалось, с такими мирными планами они по-прежнему будут идти за русским военным кораблем всем. Состоялось ООН по инициативе Российской Федерации вчера, правильно, да? А сегодня должен опять состояться Совет Безопасности ООН, только уже по инициативе адекватных стран. На ваш взгляд, во-первых, зачем вот это было действие вчера? И во-вторых, вот то, что будет сегодня, оно может как-то, ну хотя бы по атомной электростанции Запорожской какие-то вопросы решить? Вопросы решить там невозможно. То, что пытается сделать Россия, она пытается использовать Запорожскую атомную станцию, чтобы добиться перемирия на отдельном участке фронта. На отдельном участке. Потому что им даже отдельный участок важен, чтобы удерживать линию фронта, им нужно войска растянуть, а у них нету войск этих. Это раз. Второе, они хотят сделать так, чтобы вот на территории Запорожской АЭС действовало перемирие, то есть там были бы их войска русские, а мы не имели права туда стрелять. А они бы каждый день сообщали еще, что мы там нарушаем, правильно? Вот это, это только создать новую вот эту кашу из новых бесконечных разборок в Совбезе и там и сям, что Украина что-то нарушает. То, что было на, там, последние 6-7 лет на Востоке, да, после Минских соглашений. Вот они хотят ровно этого относительно Запорожской атомной станции. Для нас это абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах. Они пытаются использовать ООН как инструмент давления, но Соединенные Штаты прекрасно осведомлены обо всей ситуации в Запорожской атомной станции и у США есть право вето в ООН. Поэтому Соединенные Штаты не позволят на нас как-то, на нас надавить через ООН или что-либо сделать. На Генеральной Ассамблее, если созвать ее, то, естественно, Россия не получит большинства к такому вопросу. Поэтому тоже, я считаю, невозможна победа России в этом вопросе. Поэтому все их усилия будут напрасны, но они, да, оттягивают много сил, много внимания, наших сил в том числе. Ведь наша дипломатия, у нее много вопросов. И вот она сейчас вынуждена заниматься этой чушью российской, к сожалению. Потому что у России есть такие инструменты, мы ничего не можем тоже, как вот у России есть Искандеры, и у России есть место в Совете Безопасности ООН. Ну, увы, мы имеем дело с такой реальностью. Они будут продолжать это все делать. Я думаю, что и на вот этом Совете Государственной Думы они тоже могут какое-нибудь там воззвание к народам мира по поводу мирного атома принять тоже. Ответным шагом нашим, по-моему, нашей ответной атакой на них должно быть вот то, что Зеленский инициировал уже дважды, начал. Ну, и сейчас наша дипломатия, я думаю, этим занимается. Вопрос, поднять острый вопрос о признании Росатома террористической организации или хотя бы введения санкций против Росатома. Потому что Росатом, так называемая организация по мирному, в кавычках, атому Российской Федерации, принимает участие в террористических актах. И нужно на нее давить. Я думаю, что это очень больная для России точка, мы можем туда давить. Насколько вы прогнозируете, что действительно перекоммутируют Запорожскую атомную электростанцию на Крым, пойдут ли на это россияне? Ну, они, безусловно, пошли бы. Я не разбираюсь в слабых электроэнергиях и не знаю, могут ли они это сделать технически после того, что мы там повредили какие-то ЛЭП и так далее. Возможно ли это, там какие-то частоты не совпадают, какие-то будки трансформаторные, про это я ничего сказать не могу. Но политическое решение-то принято, оно принято очень давно, мне странно, что мы поздно на это обратили внимание, по крайней мере, публично мы этот вопрос подняли, по-моему, очень поздно, я не знаю. Ну, видимо, какой-то смысл в этом был, но еще в мае или даже в апреле приезжал вице-премьер Российской Федерации Хуснулин такой есть, который приехал на эту атомную станцию. И там объявлял работникам атомной станции нашим украинским, что с 1 сентября они работают на Россию, что они подчиняются будут Росатому, и что если Украина хочет электроэнергии, она должна будет ее покупать с запорожской атомной станции. Это делал вице-премьер России, между прочим, на оккупированной территории, поэтому чего же мы тут еще ожидаем? То есть это не какие-то бандосы местные заявили, не какие-то коллаборанты, которых назначила Россия, вице-премьер, ну куда выше. Михаил, большое вам спасибо. С вами был Михаил Шительман. Не забывайте подписываться на Политбюро. Я Инга Мизеря с вами прощаюсь.